надо из группы выйти видно меня, Игнатий Тихонович? да еще, даже лучше, чем прежде да, ну слава Христос, Бога явлением вас так, спаси Христос вас так же спаси Христос Игнатий Тихонович так, ну что ж, тогда я к вам с вопросами давай у вас уже выходил ролик по событию, которому произошло по событию трагическому в декабре месяце о падении самолета в Черное море и в котором было достаточно большое количество людей людей достаточно известных в общем-то, которые представляли непросто и имели определенное значение в некотором смысле были и лицом нашей стороны и так далее вот, и безусловно, события трагическое, резонансное но вот по прошествии всего этого времени не умолкают различные передачи в котором в разных вариациях вот повторяются и повторяются различные скажем так версии обсуждения этого события воспоминания памяти погибших такого вот как бы это сказать православным языком панихидного панихидной тональности вот каково отношение Игнатий Тихонович вас ваше к вот этим вот событиям на телеканалах последнего времени я сейчас покажу какие я посмотрел ролики что-то тут плохо это ни один, ни два даже последний вот это последний новость сейчас Малахов Андрей ведет два часа пять минут один ролик это большой ролик и там хорошо составлено фотографии всех и он в студии вызывает кто знакомые были у кого-то отец там погиб потом посмотрел как хоронят ну стреляют салют дают то есть что что-то можно было я смотрел ну и делаю ссылки на это касаться этой темы сегодня просто опасно с той стороны с которой я хотел бы показать не конкретно как бы об этом событии потому что вот когда смотришь на них для всех главная канва это так неожиданно это так потрясающе я не могу прийти в себя до этого не может быть да как же так там есть молодые почти 20-летние там танцоры разные ну песни и пляски называются вот а потом уже какие корреспонденты в горящих точках были какие они хорошие трогать ничего нельзя я и трогать не буду покажу согласно Слову Божию святых отцов как это выглядит перед Богом конечно вот вчера события дня вы его запишите себе за 17-е сегодня 18-е за 17-е это будет через неделю оно события дня там тему эту поднял епископ наш Евтихий когда хоронят изыщество сплошное изыщество а он как настоятель теперь Богоявленского храма в городе Ишиме как епископ то он епископ остался но нигде не творить ничего ну и на эту тему я там вставил из Кисиного православия у нас 434-я страница там есть православие изыщество статья и Алферов Тимофей пишет священник русская православная зарубежная церковь ну это еще раньше это дело было и что и вокруг изыщество все изыществом покрыто все это можно открыть статья-то вся взята но вообще-то она взята не вся я взял то что конкретно касается смерти человека и сегодня целый день над этой темой я работал хорошо что у вас было время вот вышли и показать вообще отношение к смерти они потеряли все вот все потеряли люди и не думали и знатные какие хорошие вспоминают а мертвых говорят только хорошо или ничего это неправильно потому что это перепразивное римское изречение а мертвых говорят все или ничего вот как оно звучало они так хорошие хорошее оно не соответствует действительности а как вы хотите мертвых за себя не заступиться чтобы лжецов не было а какой я есть такое покажи если нужно а что поминать лучше помолиться творить добрые дела чтобы я мог быть примером если взирая на кончину жизни подожжайте вере те которые проповедовали я проповедовал но кончина это моя неизвестно какая будет хотя к примеру все говорю знаю что на меня враги нападать будут никаких запретов нету но если уже явно лжет и кто-то пожелает можете им ответить так что я буду говорить об отношении к смерти здесь все шокированы внезапной смертью никто не думал там это вот Лиза Петровна Елисавета Петровна и она там такая уже все и о ней говорят она добрая детишек лечила если врач она и должна была лечить она не копыта коням должна была подрезывать я там ничего не увидел особенного вот мать Тереза Калькутская это особенная тут уже видно с чему речь отец уже канонизации гонят это я просто знаю это дело так вот говорить буду не о них я смотрю как народ одетый кто собрались внешне внешне я раньше никогда не задумывался я знал что галстук это масонская удавка и они на всех налагают без галстука не имеют права быть ни губернатор ни депутат никто все обязаны быть но я свободный человек свободной заградой быть это уже промасоненное общество а если галстук снял обязательно чтобы расстегнутый был обязательно и две пуговки рядом по военному и все равно их распахнет и вот так вот да никогда не было чтобы это привлекательно было я говорю в войну отступали в плену и все еще застегнутые застегнутые значит собранные все перевернулось вот так вот я гляжу внешне женщины ни одной в платке нету ни у живых ни у мертвых ни одной еще надо еще надо говорить правда застегнутые встретились два человека там я увидел но у кого если называют как там надевают жемпера или что-то такое легкое трико как бы пара то там ничего уже не надо там обдумано все это промасоненное до мозга костей общества и вот я хотел сказать почему же они учат смерти а везде запрещают сейчас говорят если где-то будет показана смерть похороны ютуб будет закрывать я голубей показал как селекция идет не нужно голубей убирать да там вопли поднялись а я выставил внизу около 20 роликов показано как убивают быков режут индюков режут куриц куриц сразу загоняют 50 тысяч китайские фабрики как работают и тоже готовы в упакованном виде ну ты же ешь карачката лицемерие ложь везде а тут на меня напасть жестокосерный там другой я воробьенка бросил там полудохло на снегу взял кошки так там поднялись это такой садист там мазохист ну то есть сатана дурю говорит замает людей так вот здесь вот это событие послужило к большему исследованию буду говорить как бы не о них конечно я внутренне сожалеваю сегодня я о Лизе помолился об этом она как будто верующая была прошу прости Господи что молюсь но она мне понравилась простая такая там Путине какую-то награду дает святые но есть все мирское а Боги ни одного слова а святой Библии ни у кого в воспоминаниях нигде нет его и не было зачем прилеплять то понятно что это кощунство для них будет и вот эту позицию я хочу сейчас и осветить как это все выглядит вот у меня что сейчас здесь идет ага я так и назвал здесь подготовка сорока семью жертвами авиакатастрофы просились в Подмосковье и ролик показываю потом вы это увидите ты снимай только хорошо чтобы видно было дальше сегодня в последний путь проводили тех чьи жизнь оборвала катастрофа ТУ-154 на Черном море и указываю какой ролик дальше доктора Лизу проводили в последний путь вспоминая ее путь добра и дальше ролик дальше серб прощается с доктором Лизой падал белый снег еще пусть говорят память погибших это как раз говорит 2 часа и 5 минут упал самолет в Сочи почему Путин боится признать что его торпедировали Путин скрывает уже с первого дня еще ничего не нашли уже нет 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 это только не терроризм это только не там что-то подорвали или что-то а у меня внутренне стоит что-то сам по себе он не упал вполне зачем было бы скрывать это зачем почему тела разбросало наверное на десятки километров уже мародеры сейчас вымывают что ходят собирают их видно откатывают эксперт рассказал 6 ситоски ну и все это указано вот теперь я показал какие ролики смотрел там еще около десятка я много-много времени потратил чтобы говорить знать о чем вот римлянам 14 согласия 7-8 стих что интересно сегодня занятия были у нас по скайпу и это место как раз открылось вот на сегодня оно сегодня открылось ибо никто из нас не живет для себя и говорит речь о христианах и никто не умирает для себя эти живут для себя для себя и умирают а живем ли для господа живем а кто не жил для господа вычеркиваем умираем для господа не умирали для господа и потому живем или умираем всегда господни блажен афифилах толкует мы имеем говорит господа который печется о нас и который посчитает жизнь нашу приобретением а смерть нашу потерей так володя прими у него вахту никита сядь сюда рядом считать чтобы удобно было ты пока выслушивай брат вот дальше считай жизнью жизнью называют здесь жизнь в вере а смертью от падения от веры вот что посему господь отнюдь не попустит чтобы мы умерли по вере окажущиеся немощными отпали от нее от смерти по вере переходит к смерти естественной ибо об это рассуждает теперь живем ли говорит естественно жизнью мы господни умираем ли мы естественно смертью господу уже принадлежим все теперь я беру сайт у меня библийский сайт во свете библии и там 55 папок и есть папка смерть о смерти я взял оттуда сто вопросов сто которые мне задавали в институтах по радио университетах милиции часть которая сохранилась сто вопросов о смерти конкретно и потом мы будем когда-то насчитывать на сегодня я заголовки покажу так в библии о смерти говорится 530 раз вот эту цифру-то озвучить можно 530 в открытым оком у меня слово смерть упоминается 9616 раз 9000 в стихотворениях у меня слово смерть встречается 1490 раз в библии 652 раза есть умереть там еще другие вариации там погибнуть не стал брать и только 141 раз воскрес дальше будем считать места писания я буду кратко их разъяснять а брат будет считать считай пожалуйста так филипийцам 1.23 это все относится как правильно умирать и относится конечно к тем кто сегодня скорбит влечет меня то и другое имея желание разрешиться и быть со Христом потому что это несравненно лучше вот кто-то бы садился где-то в самолет или в машину сказал если бы я сегодня погиб здесь насколько бы это лучше было даже подумать страшно никто об этом не говорит только скорбят плащут все плащут выступают депутаты генералы министр обороны там всех собрали все и государственную думу Матвиенко тут и Шойгу всех собрали и много гробов конечно зрелище печальное хоронят и дальше Матфей Матфей 24 39 и не думали пока не пришел потоп и не истребил всех так будет и пришествие сына человеческого сегодня 92 человека погибло тут будет для всех как сеть заброшенная подтягивает так подтянет все события к краю мировой истории не думали пока не упал самолет не думали и дальше 1 Коринфянам 6.14 Бог воскресил Господа воскресит и нас силою своей о воскресении из мертвых нигде никто не говорит это я согласен веры нет и не надо навязывать ее мертвому но тут попы подсуетились уже с кадилами гремят митрополитом ювенали и прочее и нигде они об этом не говорят ни одного места писания это гремят что это никакой роли не играет это обман очередной обман это обмерщенная церковь она любит все что в мире там нет любви очей это прелюбодеи прелюбодейцы писание говорит дальше 2 Коринфянам 4.14 знай что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами понимаете вот эти слова там хоть один прочитал священник или кто то что они воскреснут верующий Сына Божий имеет жизнь вечную они верующие не увидят жизни но гнев Божий пребывает на нем на нем гнев Божий а то что ваши слезы святые это ваше я хочу провести грань между миром и церковью я видел только мир что что то есть божественное в этих похоронах в жизни этих людей не играм вот они пляшут и все это кадрами перемещаются поют и поют что мне кажется порой что солдаты с кровавых не вернувшихся полей не в землю нашу полегли так когда-то а превратились в белых журавлей реанкарнация а их отпевают ну раз он Гамзатов написал ну написал так что это означает и он поплывет он согласен поплывет там в сизой мгле согласен но то что на суд Божий не согласен мы должны как христиане показать дальше 2 Коринфянам 5-10 ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое каждому единственное ни один человек не избежит все до единого предстанут Илья пророк и инох здесь ни одного слова что-то они умерли и в чем Господь захватил мы ехали так как просились некоторые плясать они тренировались абсолютно мирской коллектив абсолютно мирской и даже это Лиза доктор и та тоже все одета с сережками стриженная в брюках мне ни одной копейки нету что это верующие люди тем более православные почему их баптисты не отпевают дальше так 1 Коринфянам что-то 5 ну да 51 стих так говорю вам тайну вот почему дальше не все мы умрем но все изменимся дальше вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вас трубит и мертвый воскреснут нетленными а мы изменимся ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении и смертному сему облечься в бессмертии представьте бы мы сказали что надежда есть на воскресенье если будете веровать были верующие это тела наши это разрозненные фрагменты тел они соединятся вместе и люди будет ни одной раны не будет все будет на месте и волос один с головы не пропадет ну можно было утешение-то подать настоящее но тут надо было сказать и другую сторону что если они не думали плесали танцевали и поэтому получаете перед кем-то танцевали а плесуны и другие все считается от лукавого какие мирские песни поют которые ничего не несут в себе божественного когда же тленное сие облечется в нетлении и смертное сие облечется в бессмертии тогда сбудется слово написанное поглощена смерть победою я говорю о смерти не о конкретной какой-то обстановке в аварии кто погиб сегодня утонули сгорели где-то пропали без вести кого-то убили зарезали сожгли это относится ко всем мы все приговоренные мне приговор вынесли и повезли в тюрьму мне приговор вынесли приговор мне а при мой выговор это приговор уносил у меня кто там был Яков Иванович Мордовин такие брови как у Брежневых в улице сидел я еще из тюрьмы не вернулся он уже умер он приговорен мне там всего ничего дали это я вернулся реабилитировал а он навсегда ушел мы все приговоренные И по приговору смерти уже умерло 100 миллиардов людей. Дальше. Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Ад нахватал, полно. Где твоя победа? Интересно, есть лесовая книга, старая, и ад-то всё принимает, он как бы живой разговаривает, ну так, оживотворяется-то. И когда принял Иоанна Креститель, он аж застонал. Сатана, до каких пор будешь тащить? Я уже держать не могу. А уж Христос пришёл и врата, всё, говорит, сломил замки и выдал. И вот дальше я привожу 100 вопросов, которые у меня в книгах, взятые на наш сайт «Восвитие Библии». Вот, первый вопрос задай. Вопрос твой став. Первый вопрос. Скажите, в Ветхом Завете люди имели реальное представление о будущей жизни, о Баде и о Рае? Вот. Это я на этот вопрос как отвечаю. Сейчас не буду. Дальше я буду только продёргивать, кому надо останавливайтесь, и считайте, о чём здесь написано. Я задерживаю, чтобы люди могли найти. Вот. И вопрос задают. Вот, а прочитай. Вопрос. Так. 187-й. Как вы смотрите на то, что старые бабушки ходят отпевать покойников и читают псалтирь, а покойники были неверующие? Будут ходить и читать обязательно. Вот в церкви будут, подавайте на сорока уст. Неверующие, верующие, не имеет значения, крещёный был или нет. А он мощёный был, он даже не крещённый. Дальше. Вот это место тормозите и посмотрите вопросы. И дальше я прочитаю. Вопрос 193. Помогут ли неверующему в загробной жизни добрые дела, которые он делал, живя на земле? Хотя так и не уверовал до конца жизни. Но. Это вопрос, который я отвечаю. Я сейчас не отвечаю, я просто показываю, какие были вопросы заданы мне. То есть, сегодня эти вопросы надо и задать. Дальше. Вот смотри. Каждый тормознёт, пускай, и посмотрит. Какие вопросы? Сильные вопросы задавали. Ну и вопрос какой? Вопрос 955. Так, 1 Иоанна 3, 15. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей. Как их ненавидели. Полетели-то куда, где воюют, их поддержать, ободрить. Потому что далеко от Родины они там защищают рубежи нашей Родины, через море. Ну понятно, что будет объяснено когда-то и по-другому. Нельзя радоваться их гибели. Некоторые прям злорадствуют. Это страшно. Они будут сами наказаны. И меня просят. Объясните слова. Не имеет жизни вечной в нём пребывающей. Ну потому и не имеет. Потому что он... Так, что-то у меня ушёл. Так, вот это... Отключите вот это. Вот это вот отключил. Да, да. Сейчас отключу. А что он там выскочил-то? Дальше что мне нужно делать? Так. Ну или сам наберёт сейчас Юрий, или мы... Юрий набрать должен. А где он Юрий-то теперь? Его найти надо сначала. Где его взять? Ну вот. Может последних вот тут сообщение написал какое? Ниже, ниже, ещё ниже. Ниже? Ну вот нажмите. Нет, нажмите вот сюда вот прям. Прям на него вот сюда. Вот, вот сюда. Вот сюда вот на последние. Да. Нажал, ещё нет. А. Ну вот здесь надо посмотреть где-то Юрию. Интернета нету. Юрию Соболю. Ну напиши, чтобы он набрал нас. Наберите нас снова. Там выключать только не надо. Связь пропала интернетовская. Что-то вроде есть. Ну ладно. Мы дальше пошли. Считай. А, вопрос. Тысяча восемнадцатый. Третий дом открытым оком. Когда в доме находится покойник, зачем закрывают материалом зеркало? И тут они говорят, говорят, у нас хоронят, говорят, и все это закрыто. Дальше. Вот я останавливаюсь, чтобы вы могли просмотреть вот эти вопросы. Дальше тормозните. И опять. Я вот здесь помещаю, докуда отхожу. Вот эти вопросы просмотрите. А вот это можем просчитать. Вопрос. Вопрос. Двадцать седьмой. Двадцать седьмой. Третий дом. Так как же нам тогда хоронить наших неверующих родных? Вот вопрос. Чьи они собаки? Надо бы сделать как следует. Как без свечей. Без венчика. Соседи осудят. И никому такие похороны не понравятся. А я родной чадо своих родителей. Это мне вопрос задают. И когда умер Брежнев, говорят, жена его, Виктория, разослала всем, чтобы молиться. И в церкви оставался хор, и открыто молились. Уже времена такие были. Дальше вопрос. Вопрос. Тысяча двадцать девятый. В ад попадает большинство людей. А, в ад попадает большинство людей? Зачем Бог тогда создал людей, если знал, что они попадут в ад? Вот такой вопрос. Это тоже надо было отвечать. Дальше. Вопрос. Тысяча двести одиннадцатый. Четвертый том. Могу ли я на исповеди принести покаяние за умерших родственников? И каким образом? Это прям вопрос сегодня возникает. Ведь я не знаю их грехов. Вот так. Это, говорит, еще уже крестятся для мертвых. Да. Дальше. Вопрос. Тысяча двести пятьдесят девятый. Можно ли ставить свечи за человека, который был крещен, но не жил христианской жизнью? А попы даже не спрашивают. А они отпевают всех. Это в свои места смотрите. Какие вопросы задают? Дальше. Вопрос. Тысяча четыреста двадцать третий. Пятый том открытым оком. Можно ли отпевать крещеных, но не верующих? И что вообще дает душе усопшего отпевание? Вот так. Дальше. Вопрос. Тысяча четыреста шестьдесят восьмой. Пятый том открытым оком. На прошлом занятии вы советовали не пить даже в Рождество. А как быть, если на поминках и похоронах приходится быть, и люди говорят, что нельзя отказываться, хотя бы это было и в пост, оказать любовь и уважение к людям превыше поста? Вот видишь как? Это вот, которые сегодня есть, девяносто два. Везде будут их отпевать. Обязательно отпевать будут и выпивать будут. А теперь вот еще вопрос. Вопрос 1482. Пятый том открытым оком. Пускай идет так все. Что можно сказать, когда слышишь о смерти известных людей? Какие мысли должны быть у христианина при известии о такой кончине? Ну тут уже конкретно к последним событиям. Вот сообщили, что погиб в фотокатастрофе 22.03.03 мэр города Барнаула Баварин. Владимир Николаевич. Что о нем можете сказать? Что мне вопрос, а я был близко и им знаком, и что я должен сказать? Ну это тормозните, посмотрите какие вопросы. Вопрос 1876. Кончина любого человека уникальное явление. Но когда читаешь об угодниках Божьих, то это событие выглядит вовсе не трагично. Дайте этому примеры. То есть я должен жить, я их 1173, и я показываю, как они встречали смерть. Эти места, вот посмотрите, которые я прокручиваю, какие вопросы. Что заинтересует, вы прямо идите на сайт, пока мы еще там не работаем, и найдете. Вот. Дальше. В Рос 2797-й, 13-й том открытым оком, писали, что погибшего в автокатастрофе губернатора Алтайского края Евдокимова Михаила отпевал официально епископ Алтайский Максим. Разве это можно было делать с нечленом церкви? Вот так, это сегодня как раз относится к событиям. Отпевает, митрополит ходит, он не думает, у католиков налажено. Вот столько-то заплатил, вот столько-то все, и он говорит облегчение. А у православных ничего неизвестно, помогло, не помогло. Он ничего делает, и никакой гарантии нету. Нулевой вообще ни за что не отвечает. Вопрос 2888-й, 14-й том открытым оком. В воскресенье из мертвых каждый будет в своем теле. Мужчина в мужском, а женщина в женском. А значит у каждого будут половые органы, свойственные полу. Но зачем они им там? Они же будут там, как ангелы на небесах. Или же воскресшие будут однополые? И зачем людям будут нужны зубы там? Ну да, оправляться не будут, жевать нечего. Ну и вопрос, вот и какой, как отвечать дальше? Я сам почитаю. Вопрос 3085-й, 16-й том открытым оком. Почему не всем людям отпущено одинаковое время жизни на земле? Да. От чего это зависит? Вспоминает, какой он хороший был, как играл хорошо, как помогал там. О Христе ни одного слова нет, ни одного на 20 роликов. То есть, что есть в эфире, я практически все пересмотрел, почти. Теперь дальше, как надо выпивать, что все это, вопросы есть. Я пропускаю и дальше. Вопрос 3445-й, 21-й том открытым оком. Мы все смертные, как говорят, все умрем, да не в одно время. Что нужно сделать, чтобы внезапная кончина, неожиданная смерть в аварии или при ином несчастном случае не навредила нам, верующим в загробную жизнь? Как все подготовить у себя и в себе, чтобы не постыдно предстать на суд Божий? Вот такого вопроса-то никто здесь не задал. Никто. Сколько катастроф, на дороге горят машины, падают самолеты. Нигде ни слова. Ни в Сирии, нигде сбили летчики, погибли вертолетчики. Никто нигде не говорит. Дальше. Вопрос 3472-й, 22-й том открытым оком. Почему в разных книгах? Потом, как мне задавали вопросы, в таком виде я их ставил. У меня книги одна за другой выходили, 30 томов, 33 томов. Священники многие заканчивают семинарии и даже академии. И как же они утверждают, что можно молиться из-за неверующих, которые отошли уже в вечность без примирения с Богом? Разве им в учебных заведениях не преподают Библию, где ясно же и понятно сказано, что неверующим не обещано Царство Небесное? Так он для того и учился, чтобы опровергать то, что есть в Писании. Научиться говорить такую ложь, неправду, чтобы и сам в нее поверил. Он для этого и учится. Она больше ни для чего семинарии и академии не нужны. Вопрос 3475-й, 22-й том открытым оком. Что приводят из Писаний и из святых отцов церкви те, кто убежден, что по смерти можно изменить участь грешника молитвами церкви? И что и неверовавшие во Христа спасутся, если были добрыми? Вот вы понимаете, я за кафедрой стою или по радио веду передачи и задают вопросы. Прямым эфиром у меня каждое воскресенье часовая программа была, часовая на Алтайский край. Дальше вот эти вопросы, которые есть, потом вы можете просчитать их. Еще вопрос считаем. Так, вопрос 3820-й, 26-й том открытым оком. Приходится встречать со старыми людьми и удивляешься, как мало они думают о смерти, а все только о болячках и как избавиться от них. Начинаешь говорить о покаянии, а они, мы многое пережили и наша жизнь была лучше этой, мы ничего плохого не делали, а всю жизнь только работали. Читать даешь им что-то божественное, а они ссылаются на занятость и на плохое зрение. Как их вызвать на покаяние? Люди, которые погибают почти 100%, вот такие они и есть. 100%. Если на 92 человека, а один был верующий, ну и то одеты, и все по-мирскому. Вопрос 3831-й, 26-й том открытым оком. Каждый день приближает нас к смерти. И потому радости, и даже в самом приятном все меньше. Поэтому вопросу нет ничего радостнее слышать, что человек бессмертен. Да как раз Бог это и обещает. Что об этом нужно сказать в первую очередь тем, кто живет одним днем? Вопрос 3847-й. Ответы я не даю, вы сами их увидите. Ответы большие. На основании Библии десятки миссий жития святых приводятся. Памятование смерти лучшее лекарство от против согрешений. Но разве дозволят в школах такое говорить? Я только один раз сказал на уроках своим ученикам о суде Божьем, о страхе Божьем. И меня уже выставили за дверь, запретив когда-либо преподавать. О как. И как тогда обуздывать детей? Они сегодня открыто на школьном крыльце курят. И даже на уроки приходят нетрезвые, уже в 12-летнем возрасте. Ты знаешь, кто вопрос задал? Надежда Васильевна. Я так подумал. А то ее выставили. И поставили ни в детском садике, нигде не может работать. Ну, дальше вот это вопрос осмотрите, а потом... Вопрос 3851, 26-й том, открытым оком. Если постоянно помнить о смерти, то какая же радость будет? Это уже не жизнь, а тризна. Как найти равновесие, чтобы не заглушить радости жизни памятованием о смерти? Дальше. Вопрос 3853, 26-й том, открытым оком. Если памятование смерти смиряет человека, тогда вся его инициатива будет равна нулю. И если бы все так смиренно воспринимали неизбежный свой сход, то что вообще изобрело бы человечество? Так и жили бы в каменных трущобах. Вот вопросы, какие интересные вопросы. Дальше. Вопрос 3858, 26-й том, открытым оком. Осознание краткости жизни приходит тогда, когда большая часть ее уже позади. Почему так трудно поверить в совершенно очевидную истину, что жизнь это одно мгновение? Ну и далее все эти вопросы просчитайте, которые дальше есть, я их продергиваю, вас заинтересует это. И последний вопрос. Так, вот этот вопрос 4108, что можете сказать... 30-й том. А, 30-й том, открытым оком. Что можете сказать о похоронах патриарха Алексея Второго 9 декабря 2008 года? Смотрела по телевизору вся страна. Вот видите, какие вопросы. Только о смерти. И я взял не все, которые задавали, а которые сохранились. И то 100 вопросов. Конечно, о смерти. Вот если эти люди, которые погибают, слышали ответы, то может что-то было. Но попытки им не говорят. И дальше я привожу место описания о смерти. Бытие 5.5. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет. И он умер. Он умер. 930, он умер. Не упал там с самолета, никак. Бытие 5.27. Всех же дней Мафусала. Было 969 лет. И он умер. То есть это самый долгожитель. Исайя 1.5. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. Это Бог любящий говорит людям. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Так. Судьи 16.30. И сказал Самсон. Умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Жизнь его. Умри, душа моя, с филистимлянами. И вот и лозунг какой. И Иов 2.9. И сказала ему жена его. Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похоли Бога и умри. О, какая дура. Бытие 2.17. А от дерева познание добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. То есть мы все смертные, не надо удивляться. Вот сто лет пройдет ни одного человека, который погибнет. Друзья, близкие, которые скольбят. Ни одного не будет живого. Сейчас не могут найти ни одного, кто участвовал в революции. Штурмовал там зимний или где-то. Ни одного. Это вот в 14-м году отмечали столетие Первой мировой войны. И для королевы. А воевала-то Англия там была. Только двух инвалидов на коляске прикатили. Обоим больше ста лет. Псалом 77.34. Когда он убивал их, они искали его и обращались. И с раннего утра прибегали к Богу. И вспоминали, что Бог их прибежище. И Бог Всевышний избавителю. Вот они упали теперь в храме. Теперь всех отпевают. И что? И льстили ему устами своими. И языком своим лгали пред ним. Лгали. Помяни раба твоего. Он ни одного дня не был-то. Жили незаконной жизнью. У которой не первая жена. Не венчанная. Я уж не говорю другое. Пили, курили, блудили. Все было у людей, которые на дорогах, я имею в виду. Конкретно я не отношу к какому-то событию. Сердце же их было неправо пред ним. И они не были верны завету его. Вот что главное-то. Главное-то вот что. А не какая-то измена. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание которой уходит и не возвращается. Вот еще прочитаем несколько мест Писания. 1 Коринфянам 15, 15-20. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Именно об этом надо говорить, что эти разбившиеся в машинах, утонувшие в море, они встанут на суд Божий. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Поэтому не говори, что Христос воскрес. Нет тогда воскресшего Христа. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваши. Это относится к 2 миллиардам мусульман. Если Христос не воскрес, они говорят, что они еще во грехах. И все. Поэтому и умершие во Христе погибли. Погибли, которые верующие христиане тогда погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Вот представьте, верующий молится, летит, просит, чтобы помолили. Здесь никого не было. Тайно делали. Хотели тайно проскользнуть, чтобы не сбили дорогой. А как вы верите? Я думаю, что сбили. Я так думаю. С первой минуты. Ну, говорят не так. Ну, я не знаю. Нутреннее чувство мое говорит, что это могло быть. То есть я не утверждаю. Еще, еще так. Еще. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Первое писало Никисам 4.14. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с ним. То есть они будут не тленные, одного возраста. Ни плаща, ни стона, ни пищали, ни воздыхания не будет. А будет радость бесконечная. Вот что такое. И поэтому плакать-то и не о чем. Скорбеть-то не о чем. Ну, сколько бы он ни жил человек, ну, даже если не разбился, все равно умер. Расстреляли старецарское семейство. И там они были-то, ухаживали за больными-то все в платочках, в длинных платьях. Ни одна мужском не была. И тоже умерли. Кто расстреливал Христа, все умерли. И кто дом и патим сломал, как Ельцин, умер. Все умерли. 2 Коринфянам 4,14 Знаешь, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами. Вот это надо было говорить, когда летели. С ними что, беседовали. И сейчас надо это говорить. Вот в гробах. Ну, плачут. А что из этого? Ну, святовку еще наложили. Они видят. Нет, это для вас. А только одно тщеславие. Красная материя, обито. Это все пойдет. Мне никогда не надо обивать, если со мной стучится. Это пустое все. Памятники ставят. Не надо этого ничего. Деяние 17,31. Ибо он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа. Подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И он дал заповеди, чтобы родился человек свыше, был движимый духом святым, жил в Боге, был проповедником. Там, где погибают сегодня, никого нет. Я ни одного не встретил. Ни разу нигде. Четвертое царство, 1,2. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии и за немогом. И не в это упал. Упал с горы, с Эльбруса. Упал с самолета. Упал Гагарин там. Волков, Добровольский, Пацаев. Мертвые сели уже из космоса. Разницы никакой нет. Упал он тогда, ну, решетка была. А ограждение. Чего туда занесло? Исайя, 14, 12. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился землю, попиравший народы. Вот это могут сказать противники. Попирали другие, бросали бомбы, ракеты, на головы хвалились. А своих-то что теперь? Теперь тебе никто почти не сочувствует. Там-то и погибали дети, выбрать-то нельзя было. Я не о том, что надо, не надо, а к тому, что, ну, помни, взявший меч от меча погибнет. Исайя, 14, 12. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Обратись, Россия. Сколько можно его лукавить-то? Бога-то не знает совсем. Екклесиас, 7, 2. Лучше ходить в дом, плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ну, кто это поверит сегодня в это? Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. То, что я говорю, приложите это к сердцу. Я своего не ищу, просто возвещаю, как христианин, и притом православный. Еремея, 22, 10. Не плачьте об умершем, и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен. Ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Вот хуже всего плен. Премудрость Соломона, 14, 15. Отец, терзающийся горькую скорбью о рано умершем сыне, сделав изображение его, как уже мертвого человека, затем стал почитать его, как Бога, и передал подвластным тайны и жертвоприношения. Сирахов, 23, 11. Плачь об умершем семь дней, а о глупом и нечестивом все дни жизни его. Вот это я о смерти хотел что сказать, и сейчас еще покажу о смерти. У меня здесь стихотворение, я написал в тюрьме. Считай. Мне видится, что слово смерть впервые страшным гровом прозвучало, умолкло пение птиц, ожесточился зверь, и ядовитой змеи сверкнуло жало. Жало. Как-то почему-то Богу нет. Крохочущие тучи заклубились, деревья рая трепетно заныли, земля проклятия вынести не в силах, лицо закрыло саваном из пыли. И ржавые кандальные дороги пунктирами маячили на картах, и в ребрах зверя дыбились остроги, штыки зубов воскали леопарда. Короткое, как выстрел, слово смерть, размноженное порохом смертей, очередями прострочит во всех колонками из сотен словарей. В кровавой траектории ракет и в падающем шорохе плодов, попытки партизанам воспеть, крушение железных поездов. Плескалась рыба, мертвой уже, и до конца так будет суждено. Моря из женских слез о гибели мужей, веками уходящими на дно. Лопочущие дети на коленях щекочут грудь счастливых матерей, а запахи пеленочного тления из комнаты немыслимо стереть. При входе в дом считаются над дверью, такие и такие-то живут. Жильцы давно прописаны у смерти, и очередности на кладбище не ждут. О, ужас смерти! Отступи немного! На все вокруг я радостно взгляну, на будущую тайную дорогу и проглочу бестрепетно слюну. Парады войск идут по площадям, а смерти крылья реют над колонной. Нигде и никого не пощадят возмездия греховные патроны. И всеми чаемо явился наконец, как агнец, предстригущим он безгласен. Его послал к нам любящий отец, могучего, всевластного над властью. Державу смерти в голову сразил, изом к жизни руки простирает. Иисус Христос, святой Мануил, бессмертием и раем награждает. Февраль 1980 год, тюрьма. Вот видите, какие Господь давал мысли. Здесь это стихотворение должно быть. Так, надо посмотреть здесь где-то. А в автомобильной катастрофе. Вот она где. Послушайте, это Вера Кушнир написала, но тут его маленько попортили, и она поется. С выражением прочитай. Она в автомобильной катастрофе разбилась в цвете юных лет. Лежит в больнице, заострился профиль. Во взоре гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне. Она, наверное, не протянет ночи. И вслух поймал тот голос в тишине. Это не можешь прочитать. Не могу, не могу. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне. Она, наверное, не протянет ночи. И слух поймал тот голос в тишине. «Пришлите, мать!» Она сказала строго. «Велите ей сейчас ко мне прийти». И мать пришла и встала у порога, как бы боясь ближе подойти. Стань здесь поближе. Мать, я умираю. Ты петь меня учила, танцевать. Я на рояле хорошо играю. А вот теперь мне нужно умирать. Мне страшно, мать. А боги я не знаю. Как вечность мне теперь встречать? Учила жить. А вот я умираю. А ты не научила умирать. Считай. Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом мать. Но только мать, что носит в сердце Бога, детей научит жить и умирать. Жизнь хороша, но жизнь мгновенна. Нельзя об этом забывать. Так что, друзья, стремитесь непременно учиться жить и умирать. Вот этот куплет последний может быть кем-то и добавлен. Но смысл понятен. Что вот в катастрофах, в автокастрофе, а эта речь идет, допустим, погибает 150 тысяч ежегодно. А сколько утонуло, сколько самолетов. И вот люди, которые рядом стоят, они ничего не понимают. Но проходит какое-то время, и следующие разбились. У меня стихотворений много написано на эту тему, но я не стал их просто показывать. Плохо, что отключился у нас Юрий. Задал вопрос, и он больше не смог подойти. У него компьютер в ремонте. А сегодня он решил выйти там планшет, окажется, или как-то. Вот что я хотел сказать. Вот сейчас, допустим, здесь... Я тебя попрошу открыть еще один раз, чтобы увидели люди. Вот. Не дает открыть. Вот почему. Отключил нас вообще сеть. Да тогда что, вообще нету? Ну, если ничего нет, значит, нас от сети отключили. Так не он виноват. Нету. Полностью отключился интернет. Ну, на этом все. Больше ничего сказать. Я хотел показать места, где как хоронят, в самом месте стоят. Ну, и так понятно. Учите жить и умирать. А что, с верующими случаются? Случаются, но отношения разные. Мне известно, вот, передавали из Фрунзе наши жили, два брата родные. Один верующий, верующий. А другой, ну, просто живет и живет. И вот это есть, надо же нельзя назвать. А у обоих ребятишки погодки. Или одногодки даже. Ну, и этот там все над этим потрунил, брат-то. Вот ты ходишь, а рых в воду дает воскресенье, а ты там моления свои устраиваешь, уходишь. А осенью-то будет, как будет? Брат ему ответил, я верю, что брат мой дорогой, воскресенье будет другое еще. И случилось так, что машины ездят, они крючки сделали, и за крючки вот так цепляются. Я не знаю, на чем они ездили. Что у них было, на велосипедах или что? Гнали крючком за машину, за грузовую-то. А она на повороте, а их потянула дальше и бросила прямо на встречное течение. И обоих сразу убила. Ну, этот узнал, когда что, сын его, он хороший парнишка у него был, у неверующего. И все теперь заботятся уже не о погибшем мальчишке, а о нем. Он жить не хочу. Как у другого задавили девчонку, она две. Сшли, а пьяный шофер их на тротуаре сбил. Почему эта конопатая Ирка осталась? А моя, Светланка, она чемпионка здесь была по разным музыкальным, по математическим другим кружкам. Почему она умерла? Вот эти почему никогда не ответить. У Бога это все вымерено. И когда даже фигура Яна Креститель застала заслонять Христа, Христос и его убрал. Так что, когда сказали верующим, у меня сын погиб. Он говорит, а я и знал, что он смертный. Это как в древности говорили. Я знал. Поэтому да будет благословенное имя Господне. Он дал, он и взял. Вот тут теперь обнаружилась разница. Пока беды нету. И вот здесь, которые скорбят, плащут, я гляжу, венки тащат, они Бога не знают. Люди. Независимо от того, где в аварии. Не конкретно говорю о самолете. Тут еще не все разобрано. Но как хоронили, я смотрел. Вот это на самолете упали, когда это вызвало мое желание рассказать. Готовьтесь правильно умирать. Примиритесь с Богом. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, как в Латышии и Наван и Сауглюс. Смерть несет плоды, что ты сделал доброе, к тебе придет. А если человек делал доброе, во Христа не верил, без веры угонить Богу невозможно. Ибо надобно, что приходящий к нему веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Но он же добро делал. Добро делал это ему и было за это. Награду получал здесь. Перед Христом ничего нет. Все ценится во имя Христа, для Христа, благодатью Божией. А этот человек не мог никуда приписывать. Доброта. И все говорят, а не, она добрая. Нигде не говорят, Бог обильно благословил, а она это имела. Вот как дело выглядит. Ну и все на этом. Надо посмотреть сейчас. Все, да? Да, все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...